МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа кандидата на пост мэра Омска Вячеслава Двораковского, напечатанная тиражом 100 тысяч экземпляров. Многие мячи поверили обещаниям Двораковского, благодаря чему он и победил на выборах 17 июня 2012 года. Прошло более трёх лет, и за это время у действующего мэра было множество возможностей реализовать обещанное. Но, вопреки поговорке, обещанного три года ждут. А мечи так и не дождались от Двораковского качественной работы на благо города. Чтобы не быть голословным, бегло пройдусь по пунктам его программы. Он пишет. Я вижу Омск как город с открытой властью и эффективным управлением. Насчёт открытости можно поспорить, а вот эффективность омский городоначальник точно стремится к нулю. В ноябрьском рейтинге мэров Двораковский скатился на 80-е место из 88, хотя ещё год назад был на 40-м месте. Да, любой рейтинг можно оспорить, но нельзя оспорить цифры омского бюджета разрушения, массовый отток из города инвестиций и образованной молодёжи, разбитые нечищенные дороги. Второе предвыборное обещание Вячеслава Двораковского как раз про дороги. Свободные магистрали, ровные и безопасные дороги. В Омске звучит как насмешка. Недавно проезжая часть провалилась прямо на перекрёстке возле КДЦ «Кристалл». Это закономерный итог закапывания бюджетных средств под видом ремонта. В начале ноября всю страну обошли кадры, на которых омские дорожники укладывали асфальт прямо в лужи. Прокуратура по результатам проверки выявила грубые многочисленные и существенные нарушения порядка проведения ремонтных работ. Другими словами, дороги, на которые мэрия потратила почти 200 миллионов рублей, никуда не годятся. Не лучше дело обстоит и с очисткой дорог от снега. При этом мэр сначала в упор не видит снежных заносов, а в другой раз предлагает недовольным жаловаться в небесную канцелярию. Также виноватыми у Вячеслава Двораковского оказались синоптики и даже барометр, который не показал падение давления. Это было бы смешно, но от чудачеств мэра страдает миллионный город. Правильнее говорить у профнепригодности команды Вячеслава Двораковского. Дохозяйствовались до того, что городские автобусы остались без топлива и не вышли на маршруты. Кстати, именно вместительными автобусами тогда еще кандидат в мэры обещал заменить омские маршрутки. Хорошо, что и этот план остался нереализованным. Кроме того, Вячеслав Двораковский обещал сделать Омск городом доступных услуг ЖКХ, вернуть Омску славу города-сада, обеспечить всех омячей разнообразными и умным досугом и так далее, и так далее. Надо ли говорить, что ни одно из этих обещаний не выполнено, как и не реализовано практически ничего из программы подготовки города к 300-летию. Все свои неудачи мэр объясняет нехваткой бюджетных средств. Однако, будучи еще кандидатом, Вячеслав Двораковский в предвыборной программе обещал эффективно использовать имеющиеся у города ресурсы. И что мы видим спустя 3,5 года? Нищенский бюджет Омска, собственные доходы которого неуклонно падают. Вместо того, чтобы выполнить свое предвыборное обещание, мэр предпочитает жаловаться на несправедливое распределение средств между бюджетами разных уровней. Очевидно, что Вячеслав Двораковский не справился с обязанностями мэра, обманул надеждой мячей. Единственное, что он может сделать для Омска, поддать в отставку и уступить место способному сити-менеджеру. В противном случае, 300-летие для нашего города будет не праздником, а символом крушения надежд. Таково мое мнение. Я, Алексей Ромахин, лидер Омского отделения ЛДПР.